Привет! Добро пожаловать на видео урок проекта FL Studio Pro и это Павел Уоллан. И мы продолжаем ночевать в виртуальном синтезаторе Harmor от ImageLine. И после урока по звуковым эффектам, по нашим основам звуковых эффектов, хотелось бы теперь поговорить, наверное, немножко о электронно-танцевальной музыке, о EDM, так скажем. То есть то, что сегодня будет генерировать Harmor, так или иначе относится больше к EDM-музыке. Но можно применить это абсолютно везде. Сейчас, я думаю, нет границ в экспериментах и в импровизациях, и кто во что гораст. То есть и сегодняшний день хотелось бы посвятить лично для меня, наверное, самому главному преимуществу этого синтезатора, синтезатора Harmor, о котором многие даже не догадываются. Сам я догадался до этого, честно говоря, не сразу. И о чем я говорю сейчас? Просто сейчас кое-что покажу, то есть кое-что открою здесь, и все будет сразу кому-то понятно. Вот. Вот просто вот это вот окно артикуляции, и именно вот этот вот, так скажем, способ артикуляции, Unison Index Mapping. Вот этот Unison Index Mapping и есть тема нашего сегодняшнего урока, нашего сегодняшнего разговора. И да, конечно, есть среди зрителей сейчас те, кто знают, что это. То есть кто-то работал с этим уже. Но вопрос в том, насколько глубоко вы зашли в модуляции параметров Harmor именно за счет артикулятора Unison Index Mapping. Я думаю, даже самым опытным пользователям Harmor будет любопытно узнать, насколько глубоко можно вступить в этой артикуляции. С помощью этой артикуляции. И поверьте, результаты от этого просто шокируют в своей разнообразности и в своей нестандартности. Я даже после некоторых экспериментов не узнал звук Harmor, то есть его стандартный, свойственный ему звук, был уже не то, что я слышал раньше, когда только знакомился с ним, а я работал с ним вначале. Итак, что это вообще за артикулятор? Давайте посмотрим. Как мы логично можем понять и подумать, что он непосредственно относится к секции Unison, потому что все-таки называется он Unison Index Mapping. И наша стандартная пила, звуковая волна пила. И давайте включим все-таки, активируем Unison, примерно два голоса. Итак, Unison Index Mapping. Что это? Вот мы сейчас находимся в окне артикуляции Volume, то есть в амплитуде. И способ артикуляции это Unison Index Mapping, то есть как раз-таки тема нашего урока. Что мы можем сделать с помощью этого Unison Index Mapping? Мы можем задать каждому голосу свой параметр. В этом случае параметр амплитуды. То есть сейчас у нас два голоса, и вот как это работает. То есть эти два голоса сейчас находятся, вот если смотреть на этот граф, то слева и справа. То есть ровно. Вот это нам ничего не даст сейчас, в нашем случае, потому что у нас всего два голоса. То есть голос 1 И голос 2 Так как Unison по моим параметрам раскидал первый и второй голос налево-направо, такой вот пропорциональности, то есть 75%, и плюс питч, тоже разброс по питчу и по фазе. Давайте обнурим все эти параметры. Вот сейчас разницы не слышно, только лишь немного в амплитуде, потому что все-таки 2 пилы и 1 пила, разница есть. Вот примерно вкратце, что такое на примере лишь одного вида модуляций, модуляций по амплитуде. И таких модуляций, как мы видим, бесконечно много, естественно, кроме вот этого столбца. Потому что это уже столбец отдельной темы, так скажем. Здесь нет способа модуляции, здесь есть только вид модуляции, то есть один граф. Поэтому Теперь аналогия, чтобы было понятно, то есть пока что только поверхностно, да, понимаем, что мы можем дать параметр каждому голосу в отдельности. То есть будет у нас 9 голосов. Давайте теперь к 3 перейдем, например, по порядку. 3 голоса, то есть видим, что ничего не меняется в нашем графе. Это потому, что здесь все-таки 3 полосы вертикальных, то есть видим 1, 2, 3. То есть в случае двух голосов мы регулируем их чисто слева и справа. Давайте активируем немного юнисон. В случае с тремя голосами мы активируем каждый голос таким образом. То есть третий голос теперь справа, второй посередине, первый слева. Так отработает. Далее будет заметен прогресс. То есть 4 голоса, все понятно. 1, 2, 3, 4. И здесь вот здесь вот ничего нам не даст вот эта вот точка, так как мы регулируем параметр отдельного голоса именно в его регионе. То есть вот если мы сделаем так, то счетчик Хармора, так скажем, считает, что параметр присвоить нужно вот именно такой, не такой. То есть стараемся ставить точки, ну, где-то вот примерно на этом, в этом регионе. В регионе вот этой вертикальной полосы. И понимаем, что первый и последний голос слева и справа. И так до 9. То есть всего у нас может быть 9 разных голосов. Разных по параметрам. Вот сколько всего этих параметров. То есть их очень много. И я думаю, сейчас пока что многие не поняли, какая здесь есть свобода. Но вперед к аналогии. Я хочу привести вам аналогию. Примерно такую. Представьте себе хор. Ну, например, оперный хор. И как мы знаем, есть различные типы голосов. Есть женский голос, есть мужской голос, есть грубый голос, есть высокий голос, есть хриповатый голос. То есть разные тембры голоса. Так вот. То есть представьте, что у вас есть чисто женский хор. И все это в основном... Ну, сопрано. Давайте сопрано. То есть высокие голоса. Высокие женские голоса. И вот у вас 9 женщин, так скажем. И они поют для вас. То есть для записи, может быть, или где-то там в опере для концерта. Или просто же где-то выступают. Ну, так вот. То, что мы обычно используем юнисон. То есть... Давайте просто, как мы обычно используем юнисон. То есть мы просто выкручиваем, например, пич так-то, так-то. Сегодня мы больше раздрагиваем электронную танцевальную музыку, поэтому какой-то пример может быть... Я думаю, из транса. Давайте приведем пример. Сделаем лид, как мы обычно используем юнисон. Синтезируя транс лид, например. Итак, первое, что можно сделать, это... Примерно так. Пускай будет так. Фильтр. В какой-то небольшой степени. Ну, примерно так. То есть вот, как мы обычно используем юнисон. Ну, где-то так. То есть мы обычно используем юнисон, как просто использование 9 одинаковых голосов. То есть 9 голосов нашего тембра. То есть практически умножаем на 9 наш тембр. И раскидываем его по панораме. В случае с хармор по панораме. По высоте тона немного так. То есть где-то в плюс, где-то в минус. И по фазе. И все получается здорово. Звучит замечательно. Вот как действует... То есть хор, ваш женский хор. С одними и теми же похожими, так скажем, тембрами. Естественно, есть разбег по панораме. Кто-то стоит влево, кто-то стоит вправо. По питчу у кого-то немного ниже, у кого-то выше получается. Пение какое-то гласное, например. И по фазе, естественно. Так как это все-таки не машины, а люди. И вот. Вот как обычно мы используем инисон. Это ничего страшного. Естественно, для этого и нужен инисон. Но здесь мы можем приумножить и, так скажем, приумножить наши возможности до практически... Не скажу, что до бесконечности, но очень-очень глубоко. То есть здесь вы можете набрать хор для вашего выступления. То есть девять абсолютно разных голосов. Удивительно уникальных. Естественно, все умеют петь. То есть имеем в виду это. И хор получается очень-очень разнообразный. И, естественно, это здорово. Это красиво. И свободы творить здесь появляется гораздо больше. Здесь появляется больше мотивации творить. Пример. Начнем приводить прямо-таки сразу, давайте. Что мы будем накручивать сегодня? Давайте дефолт. Я думаю, для обобщенности, скажем так. Давайте накрутим басовый пресет. Так как в электронно-танцевальной музыке, я думаю, бас есть везде. Бэйс абсолютно повсюду. И стиль здесь не важен. Какой стиль электронно-танцевальной музыки вы пишете или любите слушать. Здесь это не важно. И, естественно, это будет что-то немного прогрессивное. Я думаю, получится что-то прогрессив какое-то. Итак, мы попробуем промоделировать с помощью вот этого Unison Index Mapping как можно больше параметров Harmar. Все, конечно, не получится, но по самым важным мы пройдемся вполне детально. Итак, первое, что можно промоделировать. То есть мы слышим сейчас стандартная пила. Давайте сделаем с помощью Unison Index Mapping не только пилу, но еще какой-то тембр. То есть мы давайте будем отходить от дефолта. У нас есть квадратная звуковая волна. Мы видим Square Wave и SoWave, то есть пила. Итак, где они смешиваются? Вот этот артикулятор, который смешивает два тембра. Тембр 1 и тембр 2 Mix. И здесь, конечно же, есть Unison Index Mapping. И вот что можно сделать. То есть ставим нашу ручку микса на максимум. То есть это в сторону Square Wave. Поэтому будет звучать пока только Square Wave. В Unison Index Mapping мы видим, что по умолчанию стоит всегда... Максимум активировано на максимум. И что можно сделать? Можно сделать со вторым голосом вот что. Присвоить ему значение пилы. Теперь у нас звучит как пила, так и квадратная звуковая волна. Только пила вместе с квадратной. Для некоторых уже может быть необычно. Но я думаю, многие с этим экспериментировали. Далее. Далее. Конечно же, есть модуляция амплитуды. Но мы ее здесь не будем трогать. Так как, ну, зачем нам убавлять? Можно, конечно, да, как-то вот так вот поработать. И активируем, конечно же, два Unison, два голоса. Но я думаю, давайте не два. Давайте поработаем побольше. Давайте четыре возьмем на сегодня. И промодулируем все эти четыре голоса по разному. Разной модуляции на все эти четыре voice, так скажем, голоса. Что у нас получится? Поверьте мне, это будет просто разнообразие. И многие откроют для себя новый мир. Я так скажу. Далее. Что можно еще промодулировать? Далее мы идем к питчу. Да. И так как мы создали четыре голоса, давайте все-таки их промодулируем в тембре 1 и 2 как-то по-разному, что ли. А не вот таким вот единым графом. Я думаю, первый голос, пускай будет квадрат. Второй. Пила. Третий. Давайте смешаем. То есть 50% пилы. Ну, вот как мы любим, вот так, да. 50% пила, 50% квадрата. И четвертая. Да, давайте оставим ее пилой. Отлично. Я думаю, будет здорово. Далее мы идем в параметр питч. Потому что то, что решает питч, это все-таки важно. Потому что это именно вот это вот. Очень особая возможность хармор. То есть задать высоту тона каждому голосу. И разбег может быть плюс 5 октав, минус 5 октав. Это... То есть изменение вас шокирует, я думаю. Давайте попробуем. Зададим нашей... Помним, что первый голос это квадратная звуковая волна. Вторая это пила. Пиле зададим нулевую октаву. Квадрату минус 1. Следующему голосу, то есть это 50% одной звуковой волны 50% другой. То есть мы зададим плюс 1. И есть у нас уже пила, есть у нас здесь пила, то есть четвертый голос это пилообразная звуковая волна. Но в этом случае зададим минус 1 для второй пилы. Помню, что здесь тоже пила. Что получается? Отлично. То есть для того, чтобы делать басовые пресеты, сразу опускаете за эту ручку Global Pitch на минус октаву, то есть на минус 1200 центов. Так будет легче играть. Мы поднимаем просто наш диапазон на одну октаву ближе к серединке. И здесь можно раскидать, я думаю, на этом моменте можно раскидать параметры унисона влево-вправо, то есть за счет пен и немного по питчу, за счет питча. Здесь начинается веселье. Здесь эти параметры приумножаются в отдаче, я скажу так. Вот где свобода начинается. Но это еще не все. Далее. Далее интересный способ модуляции, точнее источник модуляции, это как раз таки вот этот фейдер, то есть Unison Pitch Thickness. Это есть разброс Unison по питчу, но здесь мы можем разбросать, задать этот параметр для каждого голоса отдельно, конечно же, и это удивительно, то есть максимум мы задаем здесь, но работаем вот в этом диапазоне, то есть в синем, уже здесь, то есть вот именно этот максимум, это вот этот максимум. Было бы здесь, был бы здесь фейдер, максимум, то есть все остается здесь, все-таки так работает. Вот, но поднимаем сейчас побольше, потому что будем оперировать уже с каждым голосом отдельно. Итак, как мы можем это изобразить? Давайте попробуем нашу квадратную волну не менять. Вот что значит по умолчанию. То есть квадратную волну мы не меняем в разбеге, то есть одна квадратная волна, первый наш голос, не разбегается в питче, то есть ни в плюс, ни в минус не уходит. Отлично, он звучит как есть. Далее, повыше поднимем нашу пилу, потому что второй голос это пила, ну, где-то так, я думаю. да и пич можно поднять поболее. Далее идет смешанная квадратная волна наших двух ребят и сделаем ее примерно такой же, но чуть пониже, я думаю. И последнюю пилу оставим тоже в нуле. да, я думаю больше ей идет в нуле. Далее, что добавить в бас? Можно добавить разбег фаз. Но сейчас отвлечемся на то, чтобы придать вот этому басу. Я бы хотел придать басу нашему какого-то скрежета. И это придается легко призмой. В небольшом количестве, конечно. Здесь есть опять же наш любимый Unison Index мэппинг. И вот что можно задать. То есть можно выбрать максимум примерно. Ну вот такой для призмы. Далее более экстремально все. Помните, что есть форма призмы также. Вот это и есть разбег. То есть вот они наши все синусоиды, так скажем, на нашем гармоническом диапазоне. Форма меняется таким образом. То есть это разбег тона каждой отдельной гармоники, каждой отдельной синусоиды наших вот этих двух звуковых вон. Помню, что это аддитивный синтез, все это синусоид. Конечно же, если вы не знаете, что такое аддитивный синтез, еще, то лучше бы узнать. Итак, примерно такую форму, и я думаю, стоит уменьшить ее диапазон. Да, вообще-то не надо, я думаю, уменьшать ее диапазон. Действие можно просто уменьшить воздействие призмы на наш тембр. так вот, примерно такой максимум, и будем работать уже с каждым голосом отдельно на этом этапе. Примерно такие параметры, я думаю, совершенно мало, то есть для нашего квадрата. Примерно так. Ничтожно мало для пилы, вообще, то есть лучше не делают ничего с пилой. Больше, нет, меньше, чем половина, я думаю, для нашей смешанной звуковой волны. и ноль для последней пилы. Да, не хватает чего-то. Я думаю, промодулировать стоит envelope. Амплитудный envelope. И примерно так. Есть такое дело. Хотелось бы, чтобы звучало как следует, хотя бы с отдачей. Пришло время unison phase. Вот это тоже интересно. Это очень влияет на звук. Помните, что фаза, в принципе, очень-очень важна, когда мы работаем со звуком. Многие про это просто забывают. И стоит напоминать постоянно себе, что фаза... работайте с фазой, меняйте фазу. Так, ну, порандомим немного. Ставим так. И можно в минус. Помним, что модулируем каждый голос отдельно, регулируем все параметры как можно больше, пробуем как можно больше, как звучит лучше на этот раз. То есть, в этом случае мы не знаем, чего мы хотим, просто добиваемся чего-то прогрессивного. Я просто демонстрирую вам возможности. Но, если вы знаете, чего вы хотите, то вы должны знать, что делают все ручки и как это звучит вместе. То есть, комбинируйте и узнавайте, как это звучит вместе. Этим вы добьетесь большего, чем просто ковыряя и рандомизирую. Мне, мне отлично вот именно так. И далее, далее можно поработать с гармоническим блером, то есть, с гармонической размазкой. Это генерирование новых гармоник в нашем спектре. Итак, активации по умолчанию дают нам вот такой вот. То есть, максимум поставим примерно так. Подсластим, так скажем. Так, так, всегда возвращайтесь к фазе и пробуйте, так как мы выставили уже вот это значение фазы, юнисон, фазы. Также пробуйте бегать по нему. То есть, все, что мы модулируем вот этим вот юнисон индекс мяппинг, потом еще и модулируем. То есть, мы не всегда можем попасть в максимум. То есть, мы выставляем максимум здесь и потом уже модулируем относительность. Но возвращаемся всегда к самому фейдеру или к самой ручке и ищем нужный нам тембр. далее, что хочется вам показать это сразу вот такую вот строчку, вот такую строчку в окне артикуляции. Harmonic Unison Pitch. Вот здесь, здесь просто сделайте вот так. Объясню сейчас, что это. По-быстрому. Это знаем, что Unison Pitch распределение в плюс и в минус высоты нашего тона каждого голоса. В небольшом, конечно, количестве, в умном количестве. Чтобы было массовость, чтобы звучал такой рой пчелиный, его называют. Чтобы создать такую массовость, такое пространство в голосах нашего синтезатора. Так вот, что это? То есть, это весь наш гармонический тембр, все наши гармоники, вот эти отдельные, то есть, все вот эти отдельные полосы, так скажем. И здесь первая, например, здесь вторая, здесь третья, здесь четвертая, здесь пятая. И чем дальше, как на эквалайзере, тем дальше вправо, тем чаще они находятся друг к другу. Поэтому здесь мы сдаем просто как влияет вот эта ручка на каждую гармонику. То есть, на первой в этом случае гармонике влиять она будет по максимуму. То есть, мы как будто бы приумножаем это дело вот этим графиком. То есть, это не на голоса влияние идет, это на отдельные гармоники каждых, каждых четырех голосов. Отдельные гармоники каждых четырех голосов. Помним. Я бы оставил вот именно так. Но в других случаях полезно делать именно вот так вот. То есть, первые гармоники должны быть более четкими. Примерно вот такое соотношение я обычно делаю, когда использую и не сон. Но в нашем случае сейчас, я думаю, будет просто отлично вот так вот. И теперь самое интересное. Вот эта ручка. Это клиппинг трешилд. И вот этот параметр ниже, это режим вот этого клиппинга. Клиппинг что такое? Этот клиппинг вырезает за шкал. То есть, в этом случае, вот в этом режиме, он будет high threshold. Это вырезка зашкаливаний высоких гармоник, высоких частот, так скажем. То есть, если мы опустим, мы преследим, что произойдет. То есть, сейчас остаются только за шкалой, так скажем, клиппинги. Это все искажения. Зашкалы верхних гармоник. Если бы мы выбрали другой какой-то параметр, все остальные это low threshold. То есть, этот работает наоборот. То есть, двигаем отсюда ниже туда, вверх. Вот они где остаются. То есть, за шкалы только нижних гармоник. Но мы останемся вот на этом режиме. и поработаем опять же с нашим любимым Unison Index Mapping. Здесь начинается веселье. Для меня это было открытие. Вот работа с отдельным параметром для каждого голоса именно в клиппинг трэшлд. Просто замечательно. Послушайте просто, что произойдет. Это, наверное, самая долгожданная часть этого урока, я думаю, для меня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь вы свободны творить уже все, что угодно. Регулируйте максимум, минимум. Регулируйте максимум, минимум для каждого голоса здесь. И уже вот на этом моменте, я думаю, можно применить эффекты и посмотреть, как Distortion. В этом случае я все это готовил для обработки Distortion. и немного реверба стоит, конечно, да. Вот именно в таком... В таком пространстве очень короткий реверб. Примерно так. И, конечно, Distortion. Type Distortion Log и немного-немного Distortion. Так, экстремальную компрессию примерно вот так. Все-таки басовая. Басовый пресет. Помним, что можно... лучше выключать эффекты, когда мы работаем с нашим исконным тембром, с нашим, так скажем, только зарождающимся тембром. Но на этом моменте можно почаще уже включать их и смотреть, что происходит. и не забываем работать и не забываем работать со всеми нашими параметрами, которые здесь есть. Можно использовать фильтры сейчас на этом моменте. Пока без эффектов, помним. Просто модуляции по envelope. и можно опять модулировать по Unison Index Mapping. Дикие вещи могут здесь получаться. Сейчас, я думаю, по максимуму понятно, и это только бас-пресет, какой-то просто отдельный маленький бас-пресет. Представьте, что можно делать с другими какими-то видами звуков, с другими совершенно тембрами, не такими стандартными и другими методами. Это удивительно просто, чего можно добиться здесь. Вот с помощью только одной вот этой артикуляции. Помним, что мы все-таки можем экспериментировать и пробовать разные методы призмы, разные методы гармоники и все-таки пробуйте играть с максимумами вот этих всех фейдеров и ручек, искать свою вот эту вот сочность. есть фейзер, можно с фейзером это сделать, с чем угодно. Здесь это можно, практически со всеми ручками, со всеми фейдерами можно сделать Unison Index Mapping модуляцию, артикуляцию точнее. и это удивительно, удивительно, бесконечно интересно. Или же ширину фейзера тоже по Index Unison Index Mapping Родилась идея, быстренько просто зарисуем. Нет, все-таки я недоволен, как звучит немного наш бас, поэтому, может быть, где-то, где-то я ошибся. Давайте посмотрим. Недостаточно басовый, я думаю. Да, примерно так. Может быть, попробуй... Да, пробуйте менять и типы, унисона также влияет. Вот он, сумасшедший бас. Мне это нравится. Также можно артикулировать по времени. Помните об этом. мне нравится просто этот выстрел такой практически, басовый выстрел. Вы понимаете, о чем я, да? сюда. a м гард 00610, видит, почему вы можете найти Вот это аяно. То есть вот чего мы добиваемся. Обычно такого, так сказать, разнообразия в создании нашего тембра. То есть разнообразными способами создать как можно разнообразные звуки. Это отлично. Вот это открытие, мне кажется, просто огромное. И это, опять же, только один пример. То есть отсюда вы можете танцевать куда угодно. Я думаю, достаточно небогатый пример, потому что четыре голоса. И да, это басовый, обычно прогрессивный, то есть басовый прогрессивный пресет. И я думаю, здесь уйти можно, конечно, еще куда. Здесь химия звука работает таким образом. Здесь вы уже свободно выбирать сами. Это один пример. Это просто, так сказать, направление куда идти и как идти. И дальше уже вы свободно импровизировать. С каждым голосом. Представьте, что каждый ваш голос — это отдельный тембр. И благодаря этому понятию вы сможете заглянуть глубже в эту машину. Вы сможете посмотреть на нее действительно по-другому. Очень-очень фундаментально и очень-очень глубоко. То есть вы будете работать уже... Можно даже представлять, что это отдельная, так скажем, часть. Каждый голос — это отдельная часть. Здесь, конечно, нет такой возможности моделировать каждый голос по времени. Например, envelope для каждого голоса сделать. Но если бы это было, было бы просто, я не знаю, мы бы утонули в этом океане возможностей синтеза. Поэтому пользуемся чем можно. Это достаточно, я думаю, обширно. Здесь уже возможности разбегаются. Их очень много. Но, тем не менее, пользуемся импровизируем и синтезируем. Поэтому свобода в ваших руках. На этом, я думаю, все на сегодня. Достаточно плодотворный, так скажем, урок в Хармор. Это самое главное, я думаю. Урок получился длиннее, чем я подумал. Но все равно рассмотрел все, что хотел. То есть все модуляции. Поэтому на сегодня все. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе последних уроков. И следите за всеми уроками, чтобы знать, как починить себе любой синтезатор, любой виртуальный синтезатор, я имею в виду. И как сделать так, чтобы звук слушался именно тебя. Как все-таки укротить все эти ручки, все эти фейдеры. И как добиться желаемого звучания. На этом все. До скорых встреч. Пока.